И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одному интересному сочетанию. Это очередной игровой видеоролик, который наконец-таки появляется с новым страйкером, который у нас появился на прошлой неделе. Долгий период времени я не мог записать этот видос, но сегодня наконец-таки у меня есть на это возможность. И сегодня мы потестируем вместе с вами Hornet Striker с ураном, плюс бустер. На корпус у меня утяжеление, других устройств шикарных нету. По резисту, как всегда, моя любимая 25-очка, поэтому мы отправляемся в Джаггернаут. И сегодня будем пытаться максимум жестко развалить. Я на одном из стримов выиграл на подобном вооружении. Кто не знает, страйкер теперь с критом наносит в 2 раза больше урона, с бустером это еще x2 урона. Ну а если у вас, ко всему прочему, критический урон хорошо залетает, или вы используете хоречек с этой всей комбинацией на страйкере, то вы в конечном итоге получаете очень жесткую комбину. Я сейчас на Джаггернауте постарался как можно быстрее слиться, дабы уже непосредственно перейти к вот такому вооружению, с которого можно сразу же четверочку оформить с одного выстрела. Ну и теперь будем пробовать, стараться ждать, копить овердрайв и пытаться как можно больше дэмэджа у Джаггернаута вкидывать. Если до этого обновления... Боже, а как мне дали Джаггер, если я был на Джаггере? Не понял. Если до этого обновления я для себя мог сказать, что Джаггернаут еще хоть как-то может справляться со своим оппонентом, но и то это было сделать крайне тяжело, то сейчас, после данного обновления, когда у нас появился такой жесткий хор натострайкер, уран, можно сказать, полноценно вернулся назад на свою имба Штеллу Меллу. И теперь он, как и в старые добрые времена, очень жестко и красиво себя может показывать. Я больше надеюсь, что мне Джаггернаута не дадут, потому что иначе я не сумею показать всю суть данного вооружения. Вот так вот, 11 тысяч, 3 страйкера. Первый пятерочка, второй с бустером 11 и третий, троечка красивая. Три страйкера, Джаггернаут на респе. Вот и потом скажите мне, пожалуйста, какое вооружение лучше? Какое лучше вооружение, по вашему мнению? Какое? Джаггернаут? Или может быть Хорната страйкер? Что по-вашему лучше будет нагибать? С трех просто страйкеров легчайшую кабину ему уносил. И это без овердрайва Хорька. Без овердрайва Хорька. Если еще ко всему прочему этому делу подцепить овердрайв Хорька, то по итогу вы получите, ну, просто нереально еще жесткую комбину. Есть еще тактика такая, что вы можете до своего овердрайва не ехать на Джаггера, да, то есть, например, просто уничтожать противника, а потом уже, когда у вас есть овердрайв, тогда уже пушить Джаггера. То есть, например, сейчас я могу пару киллов дать, овердрайв у меня появится, я сейчас на респ еще уйду, и уже с респа пойду пушить. Пойду пушить противника и стараться его уже как можно быстрее чпокнуть. С двух страйкеров по 11 тысяч, то есть, если сейчас я зайду справа, у меня все получится, то эти два страйкера под 11к унесут Джаггернаута. Даже если у него будет, вот так вот делаем, 11, добавочка, ай, добавочка не залетела, вторая на пятерку, к сожалению, я не успел второй 11 дать, но мы поняли принцип, да, как это должно было работать. Два страйкера по 11, и Джаггернаут на респе, когда у него 16 тысяч хп, но можно дать без второго с бустером, не 11, то есть дать 11 плюс 5, и у него остается 0 хп, просто 0, то есть, по сути, можно даже и так сделать, ну, либо вообще просто какими-то выстрелами добивать. Ну, короче, комбина, которая дает нереальнейший большой урон, просто нереальнейший, я не знаю, для чего было делать такую имбу, но я, как любитель страйкера, могу вам сказать, что это очень жесткая тема, ну, прям нереальнейший жесткая, и теперь Джаггернаут, если до этого всего дела он еще, ну, хоть как-то жил, да, то есть, после этого дела, ну, это просто. Просто с овера 11 кусков, и Джаггернаут говорит, добрый вечер и до свидания. Все, все, просто ничего больше он не может сделать. Попробуем еще один боечки сыграть, первый довольно успешный и быстрый случился, с досрочечкой. Джаггернаута мне, как всегда, дают, плохо, конечно, но попробуем сейчас на плюс в запушить Джаггернаута, быстро слиться. И уже непосредственно начать играть на нормальном вооружении, а не на Джаггернауте. Так, все, есть. Смотрим теперь, где Джаггернаут. Можно даже попытаться сейчас сначала покилять противника, а не пушить Джаггера. Ну, если Джаггер откроется, то можно и Джаггера уничтожить. Пробуем, давайте, по Джаггеру дать. Залетит, хорошая пятерка. Еще одна, могла быть пятерочка, но Джаггернаут уходит на респ. Ну и теперь, ладно, еще один респ Джаггера близкий. Можно вообще давать сводку. Можно давать сводку, например, на два страйкера, да. Давать сводку с бустером тоже как бы как вариант. Если вы имеете возможность свестись, можно и свестись. Просто вот так вот, например, делаете, да, железную. Десяточку свою вы даете, да, стабильно. Еще третий добавляете на 15. То есть 15 за буквально, ну, секунды 3-4, да, то есть у вас вылетает. То есть комбинация очень жесткая. То есть все зависит исключительно от вас, от вашей импровизации, как вы хотите реализовывать. Но вот так вот просто вот в очередной раз пятнашка залетает, да. То есть скажите мне, что я неграмотно использовал овердрайв. Я с вами соглашусь. Но свою 15 джаггернауту я воткнул с респа. То есть свои 15 это, ну, очень неплохо. Очень неплохо. Сейчас я, конечно, промазал, можно было добить. Может быть сейчас еще и добьем. Лаксерва. Еще троечку красивую добавляю. Ну и джаггер тоже уходит на респ. В общем и целом, друзья, все любители страйкера должны прочувствовать эту жесткую темочку. И понять, наверное, для себя, с чем они хотят играть. Да. И насколько жестко вы хотите нагибать джаггернаут. Если вот вы хотите прям реально жестко разваливать, берете, по пятерочке, по 11 тысяч даете, да, с бустера. И все, все. Ну что может сделать джаггернаут? Ничего. Ничего абсолютно не сможет сделать джаггернаут вам. Да, можно даже сделать... Ну, ладно, хотел я сделать по-другому, но... В этом было мало, я знал об этом. Давай сольемся. Сейчас попробуем со сводки два выстрела по 11 выдать по джаггернауту. Если успею сделать такую комбинацию, будет очень круто. И эффектно закончим бой. Да, говорить вам что-либо еще по этому поводу, я думаю, что нет смысла. Говорить о том, что это имба. Вы и так знаете, что это имба. Я офигел, честно, да. То есть, я не могу кричать и говорить, что это лютая имба. Потому что я в шоке от того, насколько жесткую тему они сделали. Да, то есть, я вот именно нахожусь в легком шоке. То есть, ну, такая комбинация это... Ну, вот, ну что, вот у него есть овер. У него есть овер, да. Да, но у него нет ничего больше, да. То есть, у него есть овердрайв, но ему в один тайминг прилетает в Харю 22 тысячи. Когда у него Максы 16. Максы 16. А ему просто в один тайминг в его кабину влетает 22 тысячи. Даже больше. Что он может сделать? Он ничего не может сделать. Просто ничего. Просто ничего. Абсолютно. Резист, вы скажете, его спасет? Его резист не спасет. Это критический урон. Он пробивает любой рез. Плюс Харек. Ну, то есть, ну, вообще габела. Полная габела. Просто полнейшая габела. Я не знаю, зачем делать настолько жесткую имбу. Но как-то так. Как-то так, молодые люди. Как-то так. Я думаю, что... Каждый обязан поиграть на подобном вооружении. Я сейчас быстро 4 килла уже дал. 50% овердрайва. Постараюсь сейчас быстро получить еще овер. Может быть, еще разочек уйти на респ. И потом со сводки дать 22 тысячи. Было бы вообще шикарно. Попробуем сейчас. Может, даже сейчас попробуем свестись. Может быть, получится. Не, ладно, не получится. Рыгер сразу сводится. Ну, пятерку свою дал. Может, сейчас получится как-то в тайминг заехать. Овердрайв сейчас уже будет. 90-го у меня уже есть. Попробуем через лево раскрутить. Не, через лево не раскрутим. Там респов много. Давайте попробуем через право. Через право раскрутить. Может быть, получится. Если джаггер не убежит. Но здесь, наверное, лучше без сводки. Вот так лучше. 11. 11 хорошие. 11 залетели. При том, что у него овердрайва нет. У него уже тысяч 5-6 осталось. И если сейчас мои тиммейты не добьют, то я со сливочей ракеты должен его уничтожать. Да, то есть так же самое. 11 тысяч в харе. А, он овер прожал. Окей, хорошо. Овердрайв есть. На поражатии. Хорошо залетает. Шикарно. 11. Добавка будет. Ну, даже добавки не надо было. Он сам слился. Теперь можно просто с овердрайвом еще пару тычек надавать. Попробовать себе восполнить следующий баллон. Да, иногда бывает, что вы киллы не даете. Но в плане дэмэджа, да. Вы сами понимаете, насколько много урона вы вносите по оппоненту. За счет этого урона, как бы, оно... Вы понимаете, кто сливает на самом деле джиггернаут. Да, хоть и даже очков там, может, в каких-то моментах вам не залетает. Плюсом. Но основной дамаг наносит все по джиггернауту именно вы. И вот сейчас попробуем делать сводку, ту, которую я хотел сделать. Вот такую вот. Профессиональную. Вот так вот. Вот так вот хотел я сделать. Но вы, в принципе, все увидели. Вы все увидели, что я хотел сделать. Ну, как-то так. Как-то так. Легонечко. 22 тысячи. С одной тычки. Просто. Я думаю, что чел в шоке просто. Ну, вот он играет на векапулике. И он сидит и думает. А зачем я играю на этом векапулике? Типа, для чего? Если мне просто в один тайминг может 22 куска прилететь. Или бы он же вообще не понимает даже, что происходит с ним. Есть и такой вариант, что он просто не понимает. Откуда столько урона к нему прилетает. Да, ну и все. Как-то так, друзья. Как-то так. Это лютейшая им бища. Это, я думаю, что вообще самое жесткое вооружение, которое когда-либо было в Джиггернауте. Если раньше страйкер с четырьмя выстрелами на уране уносил противника за 3-4 секунды, то с этим вооружением вы уносите, грубо говоря, еще быстрее. Еще быстрее. Все, что вам нужно. Овердрайв харька, бустер, страйкер с ураном. Все. Вам больше ничего не надо. Сводочку оформляете на 22. Либо 2 по 1 выстрел даете, если не можете свестись. Так же самое по 11. Если тайминг ловится печальный, 5-11. Ноль хп у Джиггернаута. Без овердрайва кидаете, 5 повезет с критом 11. Не повезет 2 по 5 минус 10 тысяч. То есть, вы при любом раскладе меньше 10 тысяч с такой комбинацией даже без овера по Джиггернауту не наносите. Если у вас нету бустера, вы кидаете урон. Ну, там, например, 2 по 6 может залететь. Ну, вернее, я имею ввиду, типа по 3 шестерочка. То есть, шестерочка тоже не кислый урон. С бустером дадите 1, 2 обычных. Либо еще как-то. То есть, ну, колоссально много урона. Прям колоссально много. Поэтому, друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. Я считаю, что это сочетание полностью убьет Джиггернаут. И на 100% покажет никчемность этого сочетания. Которое, ну, не является больше никаким уникальным. Этот хори-страйкер полноценно, на 100% уничтожает Джиггернаута. Всегда. Просто всегда. И у меня огромный вопрос. А для чего нужен Джиггернаут как специальное, более крутое вооружение, если у тебя есть хори-страйкер, который уничтожит его значительно быстрее. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал. Ну, и пишите, что вы думаете по поводу хори-страйкера. Играли ли вы на нем? Нагибает ли он? Нравится ли вам он? Если да, все это дело организовывайте. Мне будет интересно почитать. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.